В заброшенных зданиях и местах есть что-то тревожное, но в то же время завораживающее. Хочется зайти в них и исследовать, осмотреться и посмотреть, что оставили жильцы. Однако есть забытые места, которые стали заброшенными по очень веским причинам. От пустующих санаториев со зловещими тайнами, до церквей, которые скрывают правду прямо под половицами. Вот правдивые истории и невероятные секреты заброшенных мест, которые много лет были всеми забыты, но теперь мы посетим их вместе. Адский остров Вы наверняка знаете Нагасаки, японский город, на который сбросили атомную бомбу во Вторую мировую войну. Но слышали ли вы про островок рядом с ним? У него есть много названий – Гункандзима, остров линкоров или просто Хасима. Издалека кажется, что это 16 акров скалистых выступов, но вблизи оказывается, что его усеивают старые здания, покрытые растительностью. Это бетонные джунгли, в которых когда-то жило до 5000 человек на пике в 1959 году. Здесь была угольная шахта, которая приносила свыше 15 миллионов тонн угля с 1891 по 1974 годы. Но когда он закончился, остров забросили за пару недель, и жители поспешно оставили своё имущество, желая как можно скорее вернуться в материковую Японию. Не считая этого, прошлое острова мрачнее и чернее самого угля. В мировые войны китайских и корейских пленных заставляли здесь работать, и они трудились на глубине полутора километров больше 12 часов в день. Они жили в ужасных условиях без нормальной пищи или воды. Неудивительно, что пленные назвали место «адским островом». И до сих пор неизвестно, сколько рабочих здесь погибло. Сейчас руины Хасимы в основном закрыты, и всего лишь 5% острова открыты для посетителей. Ходить по нему слишком опасно, потому что постоянно есть риск обрушения зданий из-за возраста или тайфунов. Хотя не то чтобы я рвался на этот остров. Радиоактивные руины Из всех заброшенных мест в мире Чернобыль, пожалуй, самый известный. 26 апреля 1986 года на местной атомной электростанции произошла авария. По оценкам, в воздух было выпущено в 400 раз больше радиоактивного материала, чем от бомб Хиросимы и Нагасаки вместе взятых. В итоге район в радиусе 30 километров от станции был постепенно эвакуирован и стал известен как зона отчуждения. Где-то 116 тысяч жителей были вынуждены навсегда покинуть свои дома. И в течение последующих недель все города в зоне, такие как Припять, превратились в города-призраки. Сейчас, почти 40 лет спустя, пустые классы, заросшие руины и даже карусель – единственное напоминание о живших там людях. Некоторые эксперты считают, что уйдет около 20 тысяч лет, прежде чем зона станет пригодной для жизни, а особенно район рядом с электростанцией. Но это не отпугивает некоторых туристов. В 2011 году, через 25 лет после катастрофы, в менее зараженные районы Чернобыля стали пускать экскурсии. Хотя забытые противогазы и жуткие куклы появились позже для развлечения туристов и красивых фото, кое-что там настоящее – клешня смерти. Когда началась ликвидация последствий взрыва на станции, огромный кран помогал разбирать реактор и убирать радиоактивный графит, который выбросило наружу. После завершения операции саму клешню оставили на обочине дороги в нескольких километрах от Припяти и, видимо, забыли. Однако 25 лет спустя, в 2011 году, сиднейский археолог Роберт Максвелл исследовал зону отчуждения и наткнулся на клешню. Она не только выделялась как распухший палец, но и вызвала сильную реакцию счётчика Гейгера, который обнаруживает радиацию. Выяснилось, что клешня излучала 39,80 микрозивертов в час. Если вы не знали, воздействие примерно 1000 микрозивертов за короткое время значительно влияет на организм. И оставаться рядом с этой зловещей штукой более 24 часов было бы фатальной ошибкой. Но зато мы теперь знаем, почему она называется клешнёй смерти. Радиоактивный кошмар Чернобыля или разрушающийся город Адского острова. Куда бы вы отправились? Если в Чернобыль лайкните видео, а если на Адский остров, подпишитесь на канал. Готово? Прекрасно. Тогда продолжим. Брошенная больница Больницы пугают и в лучшие времена, но заброшенные? Ой, они всегда наводят неподдельный ужас. И это доказывает немецкая больница Биелитс-Хайлштаттен. Она пустует и разрушается уже примерно 30 лет. И облупившаяся краска, пустые лестницы и тёмные коридоры санатория выглядят соответствующе жутко. Особенно не по себе становится, когда понимаешь, что ему более 125 лет. Когда-то это был крупнейший центр для лечения лёгочных заболеваний, таких как туберкулёз, который 125 лет назад был смертельно опасен. Можно представить, какие ужасы видели эти стены. В мировые войны больница служила военным госпиталем, а во Вторую мировую её заняла советская армия. Власти СССР управляли больницей следующие 50 лет, но потом её забросили в 95-м году после распада Советского Союза. Хотя её опустошили после закрытия, что-то ещё осталось. Старая пианино и ванны вмонтированы в пол, необходимые для терапии. Жутковатый интерьер, согласитесь. Но, пожалуй, самый мрачный секрет больницы Бейлиц-Хайльштаттен – это её печально известный пациент. Во время битвы на Сомме в Первую мировую будущий лидер немецко-фашистского движения, да тот самый с нелепыми усами, находился в госпитале, где лечился после ранения в ногу. Медсёстры и врачи не подозревали, что этот человек позже станет самым большим бедствием в истории Германии. Интересно, если бы они знали, он бы вышел из больницы живым? Под замком и водой Румму, стоящий в Эстонии, – это заброшенный и затопленный известняковый карьер, из-за содержимого которого вода имеет красивый голубой оттенок. Но, несмотря на живописность, это место скрывают такие неприятные секреты, что они портят всю красоту, которой хочется восхищаться. Здесь есть руины заброшенных построек, которые тоже оказались под водой. Их построили в 40-е годы, в разгар использования карьера. Водолазы всё ещё могут увидеть зарешоченные окна зданий, заполненных тростником, мхом и мусором. В этой Атлантиде нужно быть очень осторожным. Прыгать в воду чрезвычайно опасно, потому что на дне полно кусков толстого бетона, веток, шипов и даже ржавой с забытой техники. Повсюду разбросаны мотки колючей проволоки, словно смертоносная рыболовная сеть. Но у этих затопленных зданий есть собственные секреты. В 40-е годы Советский Союз контролировал карьер Румму, и обитатели построек занимались здесь трудом. Каторжным трудом. Да, на самом деле это тюрьмы. Заключённых заставляли разрабатывать карьер, и они трудились из последних сил, чтобы добыть как можно больше известняка. Советские власти нанимали туда, если можно так выразиться, более 400 заключённых. И это прекратилось только когда Эстония стала независимой в 91-м году. Тюрьму забросили, и без какой-либо реставрации грунтовые воды начали просачиваться в карьер. Так и появилась эта красивая, но пугающая лагуна. Некоторые здания целиком поглотила водная толща, а другие видны лишь частично. Но никакое количество воды не сможет смыть мучения, которые видели эти забытые здания. Болезни и бедствия В больницу идут, чтобы выздороветь, так? Но, видимо, не всегда. Это здание больше всего известно как больница для лечения оспы, и она располагалась на острове Рузвельт, или в то время Блэквелл, на Манхэттене в Нью-Йорке. Спроектированная архитектором Джеймсом Ренвиком-младшим, больница на 100 мест открылась в 1856 году. В нее отправляли людей больных оспой, смертоносной болезнью, от которой либо выздоравливали, либо нет. Больница была чрезвычайно востребована, и здесь лечилось по 7 тысяч пациентов в год. Но большинство не выживало. В 1875 году ее переместили на остров Норд-Бразерс вверх по Ист-Ривер. И к 50-м годам, когда оспа стала не так опасна, изолированный комплекс забросили ради экономии, и с тех пор здание ветшает. Сейчас это полуразрушенные руины, которые возвышаются над островом. Центральное здание полностью от фасада до задней части построено из сланца, добытого и обтесанного местными заключенными. Стоп. Заключенными? Я думал, это больница. Оказывается, она была здесь не всегда. До того, как началась вспышка оспы, В 1832 году здесь построили тюрьму, которая изолировала преступников от города. Но они были не единственными обитателями. На острове находились работные дома, больницы для неизлечимых, а спустя 7 лет после тюрьмы здесь построили лечебницу для душевнобольных Нью-Йорка. Лечение было там совсем не таким, как в современных психиатрических больницах. И журналисты под прикрытием рассказывали, как пациентов отправляли на остров, чтобы скрыть от остальных. Они жили в поистине ужасных условиях. Переполненные невероятно грязные палаты, ледяные ванны, испорченная еда, насилие медсестер. В этом месте люди не выздоравливали. Их туда отправляли, чтобы они до конца дней жили позабытые даже близкими. К началу 20-го года, когда медицина улучшилась, пациентов переселили и, как и больница для лечения оспы, лечебница обветшала к 50-м годам. Не только здание, но и всю историю этого острова лучше оставить в прошлом. Страшные стены Название Шато Миранда навевает мысли об очень дорогом отеле. Но на самом деле он еще круче. И тут есть привидения. Это не аготический бельгийский замок с башней, в которой точно нет призраков, высотой 56 метров, построенный в 1866 году. Но здание полностью снесли в октябре 17-го года. Впрочем, задолго до такого финала здесь жило семейство Лиде Керке де Бафор, которое сбежало в замок во время французской революции. У него давняя история насилия и войн, его также оккупировали немецкие войска во Вторую мировую. В это время на территории поместья состоялось одно из самых кровопролитных сражений США. Битва за выступ, в результате которого погибли 200 тысяч солдат всего лишь за 6 недель. Вскоре семья лишилась резиденции, которая перешла под контроль национальной железнодорожной компании Бельгии в 50-м году. Её назвали «Замок Нойзи» и превратили в детдом и лагерь отдыха для больных детей. Звучит мило и невинно, ведь здесь отдыхали 200 детей, которые наслаждались свежим воздухом, плавали в бассейне и играли на футбольном поле. Просто мечта. Но с детьми обращались с немногим лучше, чем с паразитами. Выяснилось, что руководство скрывало, как персонал здесь жил в роскоши, в то время как дети подвергались строгим правилам и жестоким условиям жизни. После закрытия лагеря расходы на содержание замка были слишком высоки, и он пришёл в упадок. А потом однажды пожар сильно повредил здание. Это наверняка был поджог, однако кто именно его совершил и по какой причине, мы, вероятно, уже никогда не узнаем. Здание продолжало стоять, страдая от разрушений и вандализма. Даже спустя много лет после того, как его полностью забросили, внутри находили кукол, а городские исследователи заявляли, что слышали жуткие детские крики. Некоторые даже видели призраки детей, которые блуждали по комнатам. Но не могу сказать, что не рад сносу. А тот, кто поджёг здание, наверняка был в восторге. Домик воспоминаний Если вы чувствительны, то приготовьте платочки. Потому что, хотя этот домик – мечта любого ребёнка, он таит кошмарную историю. Он расположен в Редмонде в Вашингтоне и держится на ветвях старого могучего клона. Благодаря викторианскому стилю он выглядит так, будто его взяли из фэнтези. Его построил в 70-е Стив Ранделл, который хотел создать идеальный домик для детей. И он явно справился с задачей. Здесь имеется балкон, большой чердак, четыре этажа, мостик через ров и даже винтовая лестница, которая ведёт наверх. Стив и его жена Диана приобрели участок земли за 10 лет до этого и превратили большой клён и болотистую местность в свой лесной рай. С возрастом их дети начали интересоваться столярным делом и инженерией для поддержания жизни домика. Это был настоящий семейный проект. Так было до 2004 года, когда один из детей скончался. Остальные были в шоке. Они объединились и занялись другим проектом, пытаясь оправиться от утраты, но в 2008 году финансовый кризис нанёс ещё один удар. Как будто этого было мало, Диана заболела и умерла в 2015 году. В это время приоритеты изменились, и домик оказался заброшен. Сейчас он одиноко стоит в лесу, ожидая, когда в нём снова поиграют. В 2019 году начался сбор денег на реставрацию строения, но, к сожалению, он провалился. В последующие годы домик разрушался всё больше, и без реставрации он обречён на медленную гибель. Это умирающее напоминание о счастливых временах ранделов. И да, мне нужны платочки. Духи долины Лердал в Норвегии – это место потрясающей красоты. Зелёные холмы, прозрачные реки, высокие горы. Но всю безмятежность нарушает тёмное сооружение, стоящее посреди долины, которое окружено рядами не менее мрачных надгробий. Это церковь Боргунд. Деревянное здание, построенное ещё в конце XII века в маленькой одноимённой деревушке. Как и почерневший фасад этой многоэтажной церкви, интерьер тоже очень тёмный из-за того, что в ней мало окон. Это было нужно, чтобы не впускать злых духов. Стоящее на каменном фундаменте само здание полностью деревянное, а снаружи покрыто смолой специально для защиты от непогоды. Впрочем, это не единственная защита. Деревянные стены и двери внутри покрыты защитными рунами и рисунками, древние изображения драконов и змей охраняют крышу, а деревянные кресты повсюду отгоняют духов. Приходская церковь действовала до 1868 года, а потом её забросили, вероятно, потому что деревянные церкви вышли из моды. Но 600-летнее наследие спасли от полного разрушения и здание превратили в музей. Это хорошая идея, но и сам музей теперь хранит один пугающий секрет. Хотя церковь окружает кладбище, местные жители обычно хоронили умерших под ней. От этого отказались только из-за невыносимого запаха. Но, несмотря на запрет, некоторые продолжали тайно под покровом ночи выкапывать землю рядом с церковью так, чтобы гроб поместился и оказался под зданием. И всё потому, что там земля считалась более священной. Так что посетители, которые хотят узнать о богатом прошлом Норвегии, возможно, не знают, что ходят прямо над местом упокоения множество местных жителей. Как будто эта церковь выглядит недостаточно мрачно. Дворец удовольствий Отель Дворец Холодова на хорватском острове Крк когда-то считался одним из самых красивых и роскошных мест отдыха на свете. Это здание привлекало самых богатых туристов и могло похвастаться множеством развлечений – боулингом, теннисным кортом и огромными бассейнами, которые якобы были наполнены шампанским. Но сейчас отель заброшен, а интерьер практически выпотрошен. Что произошло? Построенный в 1971 году, дорогой отель смог получить инвестиции от Боба Гучионе, основателя журнала «Пентхаус». Он вложил 45 миллионов долларов в казино «Пентхаус Адриати Клаб» в отеле в 1972 году. Однако на следующий год казино обанкротилось и его закрыли, а долг оказался таким, что поставил под угрозу жизнь всего отеля. Он всё-таки смог кое-как продержаться до 2001 года, когда навсегда закрылся. Однако за 10 лет до такой печальной судьбы в отеле жили совсем небогатые гости. Во время войны в Югославии с 1991 по 2001 годы отель превратили в лагерь для беженцев. Когда война закончилась, им приказали покинуть отель, но они восприняли это в штыки. Здание стало их домом, а для некоторых на протяжении многих лет. Людей всё же выселили, но они решили забрать любые ценные вещи, которые могли найти, вплоть до труб, радиаторов, медной проволоки и даже розеток. Холодово был полностью опустошён, на полах валились осколки, которые перемежались с обломками лестницы, а особенно пугают стены, испещренные жуткими надписями. Это суровое напоминание о влиянии войны, которая буквально оставила след на стенах. Алмазы не вечны Обычно города-призраки ассоциируются с Диким Западом, ковбоями и стрельбой. Но в пустыне Намиб посреди Намибии в Африке находится таинственный город-призрак Калманскоп. Он полностью заброшен, и более того, район известен как запретная зона. Это уже напрягает, правда? Но всё куда интереснее, потому что в 1908 году здесь нашли алмазы. Вести распространились быстро, и через 4 года появился город, добывавший миллион карат в год, что составляет почти 12% от общего объёма добычи алмазов. Но этой богатой отрасли было суждено рухнуть. Интенсивная добыча камней привлекла множество старателей, и поэтому запасы алмазов в районе были исчерпаны уже к 30-м годам. Когда жители уехали, они бросили дома вместе со всем громоздким имуществом, и в 1956-м Калманскоп полностью опустел. За несколько лет подвижные песчаные дюны подобрались к городу, проникли в открытые окна и двери домов, и до краёв наполнили их песком. Хотя в таком исходе обвиняют истощение запасов, в основном он был связан с немецким управлением колонии. Немцы хотели получить контроль над драгоценностями. Алчность часто подпитывает худшие преступления, и Калманскоп не стал исключением. Территорию ограничили, а исключительные права на алмазы получила берлинская компания. Жители из местных племён, по сути, вытеснили с их земель из-за строительства, а доступ к зоне был разрешён лишь персоналу. До упадка Калманскоп и близлежащий Людерит стали самыми богатыми городами в Африке, но управляли ими колониальные власти. Конечно, богатства были бы невозможны без старателей, которые там работали. А они, разумеется, были местными жителями. Теперь Калманскоп почти полностью во власти пустыни, и остались только стены и фундаменты нескольких домов. Словно капсула времени в песках, которую не спешат откопать. Губительная роскошь Что такого в заброшенных отелях, что они кажутся жуткими? Их размер? Архитектура? Может, секреты, которые они, кажется, скрывают, как доказывает бог Архилл? Это комплекс французских колониальных зданий, расположенных на горе Баккор, в 37 километрах от Кампота в Камбодже, которые должны были быть курортом для солдат из Франции в начале 20-х годов прошлого века. Но страна пережила множество политических потрясений, в том числе перевороты, тиранию и режимы, и все они повлияли на судьбу отеля. Сначала его забросили в конце 40-х из-за местных восстаний. В 62-м году там открылось казино, и появились новые здания, в том числе пристройка ко дворцу и офис мэра. После того, как Сианук, глава Камбоджи, был свергнут в ходе переворота 70-го года, Боккор-Хилл посчитали подходящим местом для ведения партизанской войны. Он быстро превратился из шикарного курорта в военный лагерь. И дальше было только хуже. В 72-м году Боккор оставили, когда в районе воцарились красные кхмеры. Это была жестокая армия, которую поддерживала тоталитарная партия, правившая стороной в то время. Спустя семь лет кхмеры прочно закрепились на горе Боккор, удерживая это место вместе с отелем во время вторжения в Вьетнам. Ныне забытый, комплекс стоит особняком, храня больше воспоминаний о войне, чем о роскоши. Несмотря на это, большинство зданий еще стоит, а католическая церковь и вовсе в очень хорошем состоянии. Но главный секрет Боккор-Хилл связан совсем не с военной оккупацией, а со строительством комплекса. Из-за отдаленного расположения строить курорт было очень трудно. И по подсчетам историков, тысяча человек скончалось здесь за 9 месяцев стройки. Конечно, роскошь имеет свою цену, но эта цена оказалась слишком высокой. Секреты санатория Современные психиатрические больницы пугающе обезличены. И почти во всех есть светло-зеленые стены и палаты, от которых слегка не по себе. Но первая частная психиатрическая больница в Америке выглядела намного более зловеще. Крейгхаус, викторианский особняк, построенный в Нью-Йорке для офицера гражданской войны, стал лечебницей в 1915 году. Готическое здание окружает более 60 акров земли. И хотя он выглядит как дом из фильма ужасов, его называли чуть ли не раем для душевнобольных. Настоящий курорт. Лыжи, разговорная терапия, музыкальная комната с целым органом и изысканные блюда для всех пациентов. Разумеется, это было доступно только для богатых клиентов, которые платили 750 долларов в месяц. Сейчас это было бы 22 500 долларов. За такие деньги пациенты по праву ожидали лучшее лечение. Но на самом деле санаторий лишь ухудшал их состояние. Жена писателя Фрэнсиса Фитт-Жеральда лечилась в этом учреждении, равно как и такие знаменитости, как Труман Капоте, Розмари Кеннеди, Фрэнсис Сеймур и даже Мэрилин Монро. Однако Крейгхаус, казалось, преследовали трагедии. Многие пациенты больницы преждевременно скончались, несколько пожаров уничтожили при стройке, а из-за череды странных происшествий ее закрыли в 99-м году. Теперь здание лечебницы пустует. Несмотря на все деньги, которые туда стекались, даже они не смогли спасти это место от собственной репутации. Какие места заинтриговали вас больше всего? И какие вы бы хотели посетить? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! Редактор субтитров А.Семкин